Насколько готовы объекты придорожного сервиса, обречены к наплыву туристов и болельщиков Чемпионата мира по хоккей в мае текущего года, один из главных вопросов, которые были рассмотрены на соседании Брестского облсполкома в минувший понедельник. Не секрет, что именно магазины, кафе и автозаправочные станции вдоль основных автомагистралей, первые объекты, которые видят гости нашей страны, являются показателем уровня туристической привлекательности и удобства. А это возможно только при наличии развитой туристической инфраструктуры, над созданием которой ведутся работы не первый год. Последние два года многое сделано в организационном плане по подготовке транзитной инфраструктуры. Во всех объектах придорожного сервиса установлены платежные терминалы для расчета банковскими карточками, реализуются блюда белорусской кухни, обеспечено оформление меню на иностранных языках. В 2013 году на курсах английского языка прошли обучение работники облпотребсоюза, железнодорожного вокзала Бреста и Брестоблнефтепродукта. Дополнительно в этом году комплектуются группы и организованы экспресс-курсы по изучению иностранного языка на базе университета имени Пушкина. Несмотря на то, что большая работа уже проведена, еще есть задачи, которые должны быть решены в кратчайшие сроки. Устанавливается оборудование для беспроводного выхода в интернет, составляются списки продукции, которые будут пользоваться особым спросом, а также в пункты продаж завозятся традиционные белорусские сувениры. Спортивный праздник – это возможность продемонстрировать туристический потенциал страны, а потому всем владельцам объектов придорожного оказания услуг необходимо серьезно и основательно пересмотреть свои подходы в работе и устранить имеющиеся недостатки. Проводимый в республике чемпионат является хорошей возможностью показать иностранным гостям туристический потенциал области. Много информации об инфраструктуре, в том числе и на английском языке, размещено в сети интернет на сайте облсполкома и сайте управления по спорту и туризму Брестчино Туристическое. Управлением спорта и туризма также издаются туристические сувенирные карты для последующего распространения их в пунктах пропуска на границе и в гостиницах. Ограниченные в продаже с 9 февраля сувениры символикой чемпионата также нужно заместить транзитных объектах другими белорусскими сувенирами и печатной продукцией республики и области, максимально презентовав объекты туристического показа. Подводя итог по данному вопросу, председатель Брестского областного исполнительного комитета Константин Сумар подчеркнул, что в целом регион готов к приему гостей чемпионата и туристов, но некоторые недоработки или скорее недосмотр ответственных лиц можно и нужно откорректировать уже сегодня. Сохранить местный колорит, но при этом сделать его удобным, понятным и комфортным для любого, кто приезжает в нашу страну. Это значит заложить основу туризма, который может и должен приносить значительный доход.